Мы радовались каждому мгновению. Первое, что было на Пасху и на Рождество, родители покупали одежду. Это костюм, это керзовые сапоги, вы это помните, это был какой-то шарфик, обязательно рукавицы. Это все радовало не сколько праздник Рождества, сколько по-детски нужно было приготовиться к этому событию. Второй момент – это елка. Нас всегда елку ставили 5-го числа. Что было на елке? Были на елке конфеты, яблочки красные назывались почему-то цыганки. Орехи меньше, печенье перевязывали, вот это все вешалось на елку. И самое главное то, что мы спешили утром на службу. Служба начиналась в 5 или в 6 часов утра. Конечно, мороз, приходишь в храм, как подул по храму, так от алтаря до самых дверей стоит пар. Видно, что очень тевло. Но бабушки благочестивые, которые окутывались, были в кожухах, все в кожухах были. И снимали свои платки с головы и заворачивали твои ноги, или доставали из сапога, или так. Это просто, ты не чувствовал ни холода, что ты окоченел, это все ничего. И дальше приходил домой радость того, что уже накрыт стол. Я сердечно, дорогие братья и сестры, благодарю милосердного Бога, наших нынешних градоправителей, и тех добрых людей, кто стоял в вестоку нашей государственности, независимости. Кто сегодня творит историю, историю не переписывает, а ту историю, которая даст через 10, 20, через 100 лет понимание правды и истины, что такое Украина. Но мы должны не надеяться на кого-то, мы должны сами трудиться, мы должны любить свое земное отечество, любить свой народ, жить. Если нас Господь избрал, на какие посты мы должны помнить, что Господь нам вручил страну, и не дай Бог, мы что-то изменим к лучшему. Я помню, как мне подарили большой такой трактор, который мог ездить вперед-назад на батарее, как это был очень дорогой для меня подарок. И такие вещи, вот подарки, где все счастливы, где улыбаются, где праздники, надеются на Новый год, они всегда запомняются. Новый год у нас не было традиции, чтобы праздновать больше Нового. Обязательно собиралась вся семья. Обязательно собирали все поколения семьи, и это было обязательно, чтобы все вместе, чтобы кто-то где-то отсутствовал, приезжал всегда, то есть собирали все вместе. Это было такое единение, это было семейное. И там продолжаем. На Новый год собирается вся семья, все дети, внуки, родители, все вместе. Вот мой курантом, желаешь, загадываешь, хочешь, желаешь там счастья, здоровья всем. И, конечно, эта традиция осталась. Все верят в будущее, в хорошее, и это надо делать. Ну, знаете, действительно, Новый год семейный праздник, его больше в кругу семьи отмечаешь. А Рождество, это мы пришли к этому уже позже, и я, и семья моя, и уже это более... Мы всегда ходим в церковь, всегда присутствуем на службах, и это больше такой праздник общения с Богом, потому что мы стали сейчас понимать, что это самая главная ценность, забота о близких, здоровье, вот все вещи, которые еще раньше как-то воспринимали. Ну, она обыдена, сейчас они приобрели особую остроту, особую значимость. И я желаю всем здоровья, счастья, мира и спокойствия всеми. Христос рождается славем Христа. Я родом из несуществующей уже, к сожалению, страны, в которой были другие добрые традиции в Новый год. Это действительно семейный праздник, который отмечался у нас в семье. Это мандарины, это конфеты, это елки, это снег, которого, к сожалению, сейчас очень мало. Это память еще. Ну, конечно, это семейная обеда, это подарки под елкой, все нетерпением ждали. Это какие-то утренники, детский садик, школа, это какие-то представления добрые, хорошие, и никого не убивают, не стреляют. Ну, безусловно, какие-то реалии сохранились. Стараемся Новый год еще раз, семейный праздник, дети выросли, внуки есть, и стараемся по мере возможности собираться Новый год. И какие-то добрые слова, добрые дела по другу делу. Помню, в детском садике давали такие подарки всем детям, картонные, ящички там, с каких-то садчиками, медведями, это было счастье посмотреть, что у меня была такая же конфета, как у моих друзей в этом ящике. Это я помню. Ой, я материалист больше, что я, ну, стараюсь. Ну, конечно, ты просишь, что-то, Господи, помоги, иногда бывает внутри. Ну, иногда помогает. Здоровье, будьте все здоровы, сейчас люди увидели, что такое беда, когда умирают люди, и какое место в этой проблеме занимают медики. Я очень прошу, Господа, у государства, у правительства, достойного, уважительного отношения к врачам, которые спасают тысячи жизней на планете. И всем здоровья, счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok